15 сентября 1922 года день, когда в нашей стране была образована санитарно-эпидемиологическая служба. Основную цель, которую поставили перед собой медицинские работники – борьба с эпидемиями и опасными инфекционными заболеваниями. Сегодня исполняется ровно 95 лет с того дня, когда впервые, согласно изданному декрету Совета народных комиссаров, наши медики сплотились для защиты населения страны от смертельных болезней. За период своего становления и развития Государственная санитарно-эпидемиологическая служба России прошла довольно серьезный и значительный путь. Она менялась в рамках тех вызовов и рисков, которые ставило время. Мы забыли о тех больших эпидемиях сыпного тифа, дифтерии, брюшного тифа, чумы, холеры, бруцеллеза. И в этом есть, несомненно, вклад сотрудников, которые работали в службе. Это наши ветераны, наши учителя, наши предшественники. Их вклад неоценим. И действительно, санитарно-эпидемиологическая служба нашей страны на протяжении всех этих лет являлась неотъемлемой частью жизни простого населения. Стоит вспомнить, что в 20-е годы прошлого столетия из-за голода, разрухи и антисанитарии инфекционные заболевания являлись одной из главных причин массовой гибели людей. Затем Великое Отечественное, когда на фронтах и в тылу медики спасали жизни и были опорой нашего народа. Еще одна страшная страница в истории – авария на Чернобыльской АЭС. Тогда сотрудники санитарно-эпидемиологической службы впервые столкнулись с таким опасным врагом и выстояли. Для того, чтобы сегодня поздравить врачей, торжественное мероприятие посетил заместитель председателя Совета Министров Республики Крым Виталий Нахлупин. За прошедшие годы санитарно-эпидемиологическая служба России из небольшого эпид-бюро выросла в мощную структуру исполнительной власти, от которой во многом зависит эффективность всей системы охраны здоровья населения. История санитарно-эпидемиологической службы Крыма разрывно связана с историей нашего государства. После победы Крымской весны воссоединение с Россией было создано межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благоручия человека по республике Крым и городу федерального оснащения Севастопа. Как отметил Виталий Нахлупин, работа санитарно-эпидемиологических служб крайне ценится в нашем регионе. Подготовка к курортному сезону, защита здоровья жителей и гостей полуострова в летний период – все это ложится на плечи медиков. По статистике в Крыму ежегодно отдыхает порядка 100 тысяч детей из самых разных уголков нашей страны, поэтому внимание к санитарным условиям оказывается на высшем уровне. Санитарно-эпидемиологическая обстановка Республики Крым остается стабильной и устойчивой. Ежегодно снижается число зарегистрированных случаев инфекционной и паразитарной заболеваемости. На должном уровне обеспечивается санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и защита прав потребителей. Кроме поздравлений, на сцене Крымско-Татарского театра для почетных гостей были показаны лучшие музыкальные и танцевальные номера. Также представители республиканских и севастопольских властей вручали благодарственные письма и подарки.